Мы с вами находимся в таком режиме активного медийного пространства. Даже частная жизнь наша становится достоянием общественности и различных кривотолков. Я хочу к вам обратиться, дорогие братья и сестры, с таким предислоем. Все, что я скажу сейчас, я хочу, чтобы вы правильно поняли. Мне хочется, чтобы мои слова были восприняты правильно. Это не значит, что я вам предложу какой-то единый смысл. Но мне хочется, чтобы эти слова послужили не соблазном, а для спасения души и тела. Я хочу сказать сегодня, вот в этот праздник о смерти завершается цикл годовой великих двум десятых праздников. Скоро будет индикт. К концу этой текущей недели мы уже погрузимся в наше молебствие о наших родивых и неродивых учениках. Не буду тут стоять, верещать, стонать и реминаться с ноги на ногу. А зачем мне это надо, спрашивать. Вот, мы будем нервничать. И поэтому, завершая этот цикл годовой, мы молитвенно чтим Пресвятую Богородицу, окончание ее земного пути. Когда мы были в духовном путешествии в Нелостолобенскую пустынь, я познакомился с таким замечательным архимандритом, отец Иеронин. Карпов, он настоятель приходского храма в городе Звенигород, Подмосковье, известный монастырь, который особо любил посещать царь Алексей Михайлович, отец будущего императора Петра Первого, Савва-Старажевск. Вот, и в разговоре выяснилось, что отец Иероним, он ровесник митрополита Филарета, что они знакомы очень давно, когда еще владыка Филарет был иродьяконом, и отец Иероним прекрасно знал родителей владыки Филарета. И вот он, после причащения, стоя в алтаре с наместником монастыря Ниловой пустыни, вот он такой сказал фразу, говорит, как хочется еще послужить, как хочется вот жить. Вот это неисчерпаемое, неистребимое желание жизни, да, вот есть в нас, в каждом из нас. И, конечно, смерть становится не просто досадной какой-то вот, каким-то клеймом, да, а вот есть, особенно в такие минуты очень вот внутренних, горьких переживаний, да, вот человек ощущает вот всю свою ограниченность. Как вот этот весь Адамов, вот этот плач, да, он периодически прорывается в нас, потому что мир огромен, но в нем некуда идти человеку. Мы можем, как говорится, путешествовать и пытаться вот это расширить пространство своего бытия, но мы знаем прекрасно о том, что от себя не убежать. Я хотел бы обратить внимание, наше общее внимание на то, что и та, кого мы называем честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафима, Та, которая послужила спасению, воплощению Богослова, и она вкусила смерть. Два человека изъяты, мы знаем из священного Писания, из священной библейской истории, это пророк, это праведный Енох и пророк Божий Илья. Но изъяты для того, чтобы явиться в конце времен, а конец времен-то наши, это наше время. Это не значит, что когда мы окончим свой земной путь, история мира прекратится. История мира прекратится тогда, когда в этом мире не останется тех, кто взывает Богу, призывает имя истинного Бога. Но последние времена начались именно с воплощения Сына Божьего. И вот этот период истории человеческого мира, от воплощения и до Парусии, до второго славного пришествия, это последние времена. И мы видим, что исторический процесс, да, он огромен даже в эти последние времена. И нам очень важно помнить о том, что все те, кто послужил Богом верой и правдой, всю свою жизнь предал в руки Божьей, тоже не избежал этой участи, необходимости умереть. Потому что смерть, восприятие нашим христианским, это лекарство и исцеление. Вот мы, каждый из нас, кто имеет опыт жизни в церкви, да, постоянный, да, вот кому как не этим христианам открывается безвыходность вот этого собственного внутреннего состояния. Доброе, чего хочу, того не делаю, злое, чего не желаю, то делаю, говорит апостол. И мы можем каждый день это, подписываться под этими словами. Одни и те же грехи, вот в этом каком-то постоянном, вот этой рутине, да, вот когда душа изнывает и вроде бы ничего не меняется. Вот представим себе, что вот наша природа, в том виде, в котором она сейчас находится, вот наша жизнь в таком состоянии возводится в бесконечность. Это мучение, да, Господь полагает предел, предел вот этому состоянию. И оказывается, что молитва не прекращается по смерти, что общение не упраздняется после смерти, что любовь еще только крепнет, когда смерть разлучает. Потому что любовь крепче, чем смерть. Потому что выявляются такие силы, да, и такие резервы души, когда такая степень благородства проявляется в человеке. И низости может быть, и подавленности, и разбитости. Но если в человеке живет вера в Бога, если вот эти призывы Евангелия, да, не пустой звук для человеческого сердца, да, то все земные испытания, которые вкушают человека, горькое лекарство, очищают его дух. И это лекарство не хочется принимать. Это не значит, что оно становится сладким для верующих и бойким для неверующих. Нет, оно одинаково горько. Но это лекарство. А смерть – это предел и исцеления. Исцеление дебилой человеческой природы, не способной возвышаться, не желающей возвышаться. И смерть праведников, святых, да, их земное успение, да, вот мы называем успением, сном, заснуть для земли, пробудиться для неба. Это и наш удел. И я желаю, чтобы мы, вот, оканчивая вот этот цикл, да, мы снова с Божьей помощью вступим, да, вот, календарь нас вновь увлечет, и время нас вновь увлечет в череду новых событий и нашей личной жизни, и вновь нового круга осмысления священной истории, да, через праздники. Вот, чтобы в нас возрастала эта вера, мы тоже уснем для того, чтобы пробудиться. Мы успеем в земной жизни, в смысле, оставим этот мир земной, для того, чтобы проснуться в Царстве Небесном, для того, чтобы воспринять эти блага. Мы Божьи и Христовы, потому что приобретены дорогой ценой. Например, Христос искупил нас, выкупил, дал выкуп своей крестной смертью, вот, для того, чтобы мы жили в радости и ликовании Небесного Царства. В этом наша надежда. И пусть все говорят о том, что провели новое исследование ученые. Какая разница в человеческому сердцу, которое верует во Христа, в сердце, уязвленное любовью к Богу, для Него все новое и новое научное открытие, это лишь только повод удивиться мудрости Творца, премудрости Творца, целесообразности всего созданного, а значит и смысла моей жизни. Может быть, не очень успешной, может быть, безалаберной, но тем не менее, меня не было и я стал. И все это действие любви Божией, действие любви родительской. Я появился, я воплотился для жизни, я стал душою живою, действием Духа Божия во мне. И этот образ, укорененный во мне, который невозможно вычеркнуть, я вновь в определенный момент отдам. Сказав, вот подобно тому, как говорим мы на литургии, Твоя от Твоих, Тебе приносящей. Так мы и каждое себе скажем, Господи, вот Ты дал мне жизнь и дыхание в ноздрях моих, говоря библейским языком. Вот, и к Тебе я возвращаюсь. Жить хочется. Всегда. И страдая, и в ликовании, и в унынии, хочется жить. И Господь дает нам заповеди для того, чтобы мы жили. И Господь Иисус Христос нам говорит, я есть путь и истинная жизнь. И Он дает нам жизнь с избытком. Вот, избыточествование жизнью, это не избыточествование материальными благами, в том таком узком смысле, вот стяжательства, которым сегодня многие погружены. Так, и то, что отрывают от Бога. А избыточность жизни, это избыток любви, радости, это готовность давать жизнь своим детям, а не преграждать им путь для жизни через огород. Да, это готовность, это готовность разделить свой хлеб и порой кровь с неимущими. Да, потому что во мне избыток жизни. Да, и в том числе вот богатство, это тоже слово оттуда. То есть вот это преуспеяние материальное, да, все, что связано, это все связано с Богом, с его дарами. Но я, принимая что-то, ну, как призван, да, быть готовым это расточать. Вот, и когда мы бываем злые и агрессивные и нелюбовные, да, это тоже говорит, свидетельствует о скудости жизненных сил. Потому что мы не готовы вдохновить другого человека. Эти силы оскудевают. И именно поэтому мы просим, каемся и просим у Бога вновь и вновь вдохнуть в нас это дыхание жизни. Потому что он только источник мира. Живем ли для Господа? Для Господа живем, умираем. Для Господа умираем, говорит апостол. Вот, вот наше, средоточие нашей радости, нашей надежды. И смерть небессмысленна, и успение это величественное. И пример этого успения, это исход земной Пресвятой Богородицы. С праздником! Поздравляю всех вас! Игорь Иванович, с днем рождения! Нас староста. Ну, что можно подарить? Однастоятеля старости. Игорь Иванович, мой подарок, однастоятеля вам. Это новые творческие задания, которые я вам обещаю. Вы нужны в шутки. Да, они будут, да, если будет все больше и больше. Это первое. Второе. Братья и сестры, в качестве вот этого подарка старости, ну, а поскольку староста, он человек, как бы, коммуницирующий, да, вот всех прихожан, да, всем нам новое творческое задание. О чем я подумал? Мы когда-то с удивительной, удивительной, потрясающей быстротой собрали пожертвования на нашу звонить. Колокола появились просто в мгновение ока. Но, знаете, вот если бы они находятся в таком легком пленении, да, потому что это не связано не с тем, что Виталий там пишет диссертацию, но иногда и с этим. Но у нас нет звониться. Вот представьте себе, что вот хор, ну вот, иногда может петь, а иногда не может. Мы бы чувствовали очень большой дискомфорт, совершая божественную литургию. Поэтому мы, когда даже вот, я думаю, многие, кто из наших причин, кто идет в храм, так, уже предвкушает, я буду слышать хор. Для того, чтобы нам услышать наши колокола, чтобы они звонили вот по усталу церковному, во-первых, нужно немножко расширить звонить, в смысле еще более высокими звонами. Во-вторых, нам нужно придумать, Игорь Иванович, это мой подарок вам, такую звонницу, чтобы в первую очередь она была недоступна желающим сдать драгоценный металл в пункты приема. Потому что таких желающих у нас в районе, ну, немалое количество. Поэтому вот, просто, практично, изящно и антивандально. Вот, да, то есть это я так вижу, что это какая-то вот такая, такой периметр, желательно без колючей проволоки. Вот, чтобы мы могли вот, вывесив нашу звонницу, Виталий уже и сегодня с утра разработал схему, да, чтобы нам не нужно было все время вот тягать, а бывает так, что мужчин нет в храме, да, там, ну, и Аня там, ну, это такая работа, чтобы вот колокола могли пребывать все время. И вместе с тем, вот мы видим, что у нас очень много детей. Да, если вот у нас появится такая звонница, то я думаю, что у нас очень много звонарей появится. Потому что наши, наши юные христиане, они очень активны. Вот, вместо того, чтобы сделать замечания батюшке, лучше бы приобретали навыки активной церковной жизни. Потому что этих замечаний со стороны взрослых полгов займем детей наших делом. Игорь Иванович, дорогой, поздравляем с днем рождения. Вот, храни вас Господь, Матерь Божия. Господь благословит вас на ваших путях.